Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая видео обзоры, хочу показать вам еще один крупноплодный, очень вкусный салатный сорт. Алтайский оранжевый. Похожие сорта, такие как медовый, алтайский оранжевый, лимонный гигант, все они с повышенным содержанием сахара. Опытные садоводы знают, что самые сладкие томаты это желтые и оранжевые. Они очень мясистые, очень вкусные. И они, как всегда, всегда используются обычно для салатов. Реже для консервирования, потому что плоды большие. К сожалению, у меня нет пачки, но в описании написано, что плоды 250-350 грамм до полукилограмма. Вот на первых кистях около полукилограмма. И 400, и 500 граммов бывает. Этот плод тем хорош, что он может выращиваться и в теплице, и в открытом грунте. Вот эти вот томаты созрели уже в открытом грунте. Вот сейчас, в середине августа, они готовы. Вот этот немного недоспелый. А если плод спелый, он такой ярко-оранжевого, вот такого цвета. Видите, немного отличается этот по насыщению цвет. Вот такие ярко-оранжевые, насыщенного цвета плоды. Можно использовать для соков, для еды, в свежем виде. Но, как обычно, как все крупноплодные, это растение индетерминатное. Будет полтора метра. Конечно, его нужно и посынковать, и подвязывать. Все по обычной схеме. Вот я только что вам показывала король-гигант красный. Точно такой же. Мясистый, сладкий, вкусный, высокий, с подвязкой, с посынкованием. Чтобы вот эти плоды вырастить, крупные, вкусные, нужно за ними поухаживать. Они относятся к крупноплодным. И если вы хотите у себя на участке вырастить желтый или оранжевый сорт, то достаточно один-два наименования. Если вы, например, взяли уже медовый король, то можно оранжевый, алтайский не брать, потому что они почти одинаковые. И по вкусу, и по внешнему виду, и по уходу. Но если кто-то очень любит, есть любители оранжевых, желтых сортов, можно, конечно, всякие взять. Есть лимонный гигант, оранжевый, вот алтайский, медовый король. Но для тех, кто только начинает, для начала я вам советую начать с одного сорта. Один сорт возьмете, если они по вкусу вам очень понравятся, можно будет потом увеличивать. Плоды крупные, но, опять же, повторюсь, требуют усиленного ухода. И посынковать, и подвязывать все, все нужно за ними делать. Это был краткий обзор томата, оранжевый, алтайский. Спеют у нас и другие, еще более крупные сорта. Вот у нас, вчера сняла, есть Анжела гигант. Ее вес 800 с лишним граммов. Ладони моей даже не видно из-за нее. Вот эти томаты тоже поспели в открытом грунте. Я ее сняла, потому что ее градина тоже повредила. Боюсь, что она там на холоде загниет. Она у меня будет доспевать дома. Ну вот пошли крупноплодные томаты в открытом грунте. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Ждите следующих видеообзоров. Сейчас постепенно все-все-все томаты, которые в открытом грунте крупные поспели, я вам покажу.